Начало мая для славян давно стало символом мира, а мирная жизнь предполагает хорошее настроение, веселые песни, танцы, поздравления. Не отступила от сложившихся традиций в юбилейный победный год и администрация Ленинского района, организовав для жителей самой героической улицы праздник, посвященный Дню Победы, героев обороны Брестской крепости. Героическая улица, в самом названии ее имена всех тех, кто погиб, защищая рубежи Отечества, кто остался в живых, но по сей день будоражат память страшные воспоминания о паленной войной молодости. А потому задача всех нас не допустить новых войн, сохранить мир и покой на благодатной белорусской земле. Мой дедушка Швед Петр Яковлевич погиб в первые дни войны, когда только начиналась война. Конечно, Великая Победа в первую очередь для меня ассоциируется с необходимостью сегодня делать все, чтобы такие события не повторились. Для того, чтобы они не повторились, мы должны свято помнить, чтить тех наших белорусов, до граждан всего Советского Союза, в то время бывшего, которые благодаря своему героизму, подвиге и отваге, беззаветному служению Родине, именно благодаря им мы сегодня имеем возможность мирно трудиться, мирно творить, жить, наслаждаться этой жизнью в сегодняшние дни. Праздник у ленинцев получился многоплановым, масштабным. А самое главное, что каждый, кто считает себя жителем улицы Героев обороны Брестской крепости, проникся духом весны 45-го, звучно распевая с артистами песни военных лет. С удовольствием наблюдая, как юные исполнители чествуют тех, кто заслужил право носить имя героев. Это право далось им самой дорогой ценой, и никто не вправе забрать у них звание героев-освободителей. Мы должны говорить о войне, мы должны говорить о победе, мы должны говорить о памяти, о тех людях, которые это совершили. Это вот незримая нить ветераны, те, которые участвовали в боевых действиях. Они уходят от нас, мы должны беречь эту незримую нить и всячески стараться продлить. Это еще те реальные участники, которые могут нам реально рассказать, какое это было страшное лихолетие. И забывать это ни в коем случае нельзя. А в Московском районе, по уже давно сложившейся традиции, праздничные мероприятия проходят на базе воинских частей. В этом году эпицентром стал городок Южный. Возложение венков к обелиску павших героев. В Великой Отечественной войне, минута молчания. Это такой незыблемый в своем трагизме ритуал вызывает у каждого человека свои особенные мысли, эмоции, воспоминания. Ведь нет семьи на белорусской земле, которая не пострадала бы от фашистской нечисти. Эту боль, эти потери современное поколение должно помнить и будет помнить. Для нас 9 мая это очень значимо и очень важное событие. Праздник 9 мая, особенно 70-летие Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, это наша история, это наша боль, это наша память о погибших на полях сражения Великую Отечественную войну. Прошло не одно десятилетие, выросло не одно поколение, но наш долг максимально сохранить историческую память и передать эту историю из поколения в поколение. И мы для этого приложим максимально все усилия. Чествование героев Победы, ветеранов Великой Отечественной войны, звучащие песни военных лет, выставка оружия и ретроавтомобили, среди которых и знаменитый «Опель» 1934 года, все это дало возможность на каком-то необъяснимом уровне почувствовать ощутимую связь с нашими дедами. Для гостей праздника Исловакии он стал не просто откровением, но и открытием. Я очень рад, что мы можем быть вместе с вами на этом празднике, этой большой победе над фашизмом и окончании Великой Второй мировой войны, потому что надо это говорить, надо это молодым людям, чтобы помнить, чтобы такие страшные трагедии уже не были в нашем мире. Мои впечатления очень хорошие. Мы встретились с нашими хорошими друзьями. Нам очень нравится ваш город, нравится этот праздник, нравятся люди, которых встретим в вашем городе. И у нас такое будет происходить сотрудничество в области культуры, спорта, в области школства, чтобы встретили наши люди, и чтобы эти хорошие отношения были тоже в следующих годах. Мирная весна 2015-го – далекое эхо военного мая 45-го. Долгая мирная жизнь привнесла в День Победы больше улыбок, поубавив горечь и слезы потерь. Но главное – жизнь продолжается. И в ней есть место памяти, благодарности, уважению и почтению. Продолжение следует... Продолжение следует...